Ну, здравствуй, Юрий, меня зовут Пан Колобок. Да, так, ну что, Пан Колобок, нет. Ты сам откуда? В Одессе? Я? Да, 25 лет там прожил, родился, вырос, пыл и тонул в Черном море. А что ж тебя там так угнетало, как давно ты уехал? О, уехал я в 20-м году, еще когда был ковид, тогда как раз-таки в Россию пускали только самых близких родственников, просто так ехать нельзя было. А у меня как раз-таки уже давно-давно отец жил в России по гражданству, поэтому большого труда не составило. Ну, это детали, а мотивация, почему ты решил переезжать? Было чувство, что мы на пороге грандиозного шухера. Ага, я понял, я понял, хорошо. Как говорится в фильме «Свадьба в Малиновке». Да-да-да. Ну и что ты увидел в той России? Что там увидел? Ой, я позачалу все время, ну, я без довольно много городов уже, не все, но такие, знаешь, самые известные ходовые, которые поближе всего к границе. И поначалу у меня был постоянно разрыв шаблонов, потому что мы все-таки, все мы слышали, что такое Россия. Что там да как, что там все плохо, дороги никакие, как говорится, дураки дороги и тому подобное. Ну да, мрачная, мрачная картина. Да-да-да-да-да, мрачнее некуда, коррупция на каждом шагу, там собаки детей ловят на улицах и едят, ментовский беспредел и тому подобное. Ничего из этого я не увидел. Там, может, ты не там сотрел? Ой, я много делал, я могу много чего рассказать о том, что тут не везде все и хорошо, но, в принципе, как и везде. Как говорится, вот есть правый берег Воронежа, а есть левый берег Воронежа. Это абсолютно разные места. Слушай, ты не поверишь, ты не поверишь. Я вчера записывал интервью с депутатом Верховной Рады, который в Москве в доставке работает. И он... Ты не представляешь. Тут доставщики денег зарабатывают. Так, слушай, и вот он за Воронеж, за Воронеж, я слышал от моих подписчиков, но они хвалили этот город. А он так плохо отозвался, может, он был вот то, что ты говоришь, на каком-то не том берегу? Ну, вот есть два берега, правый, который захватили венгры, и где находится историческая часть, где Петр строил флот. И левый берег, где промышленность и сектрогаза был. Вот он, по-моему, за левый и рассказывал, да, да, да. Там, ну, его, конечно, сейчас, говорят, стал получше, но я, что там, молодца там прожил с сентября. Все, 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 давай без дат, это никому не интересует сентября. Давай объективно, плюсы и минусы. Меня интересует правдивая информация, плюсы и минусы. И сравнивать с Одессой, вот так будет отлично. О, хорошо, сравнивая с Одессой. Вот есть такой город Краснодар. Да. Там я себя чувствовал почти как в Одессе. Ага. Да, потому что, ну, все же самые люди, знаешь, какие-то, особенно кубаноиды, вот, то есть, там, рештыш, там, для прикола почитаешь, кто такой кубаноид, это, в принципе, описание любого южанина. Что Одесси-то, что с Николаева, что там с Херсона. Один в один. Ну. Ты только что мне сообщил, что я кубаноид. Прикольно. Ну, слушай, если хочешь в России покушать соуса, надо ехать на Кубань. Больше его нигде нет. Ладно, дальше. Да, дальше. Вот, просто, сравни, там, вот, слышал в твоем интервью с нашим земляком, который сейчас в Перми, что там, в чем разница между, там, украинцем и русским. Если бы, там, украинец хитрый, а русский упертый. В корне не согласен. А ну-ка, объясни-ка. Вообще не согласен. А ну-ка, давай. Потому что поедешь на юга, все хитрые. Поедешь на севера, все, ну, упорные очень. Поедешь на Урал, все такие суровые. Вообще, кардинально люди в каждом городе абсолютно разные. И все это из-за того, что, вот, один из минусов, огромные расстояния между городами. Ну да, ты вот это, наверное, прав. Это я неправильно говорил, что про вот эти две нации, неправильно говорить, называть их одним словом. Ну, действительно, есть, я хотя вот перед тем, как назвать эти двенадцать одним словом, ну, хитрые и упертые. Я же говорил, что мне подписчик прислал письмо про Болгар, где он сказал, что Болгар девять видов. Есть такие, такие, такие. Так и тут, вот так и тут. Все, я тебя понял. Ну, и тут, знаешь, у меня на вот ответ на вопрос, чем отличается украинец от русского, есть своя интерпретация. Давай, давай. Ну, разница в них только в одном. Один называет себя русским, другим себя называет украинцем. Все. Ну, бывает. Ну, по менталитету одни и те же люди, по факту. Одни и те же. Если взять юг Украины и юг России, да, ты имеешь в виду? Да, это вообще-то, ну и тоже. Тут на Краснодарском крае все шокают, гэкают. Не свекла, а буряк. Не кровь, а юшка и так далее. Очень много чего родного. И привычного. Ну, хорошо, давай тогда по какие-то города, какие-то особенности, плюсы и минусы опять. Ну, вот, допустим. О, какой бы выбрать. Город, который мне больше всего не понравился. Слушай, ну давай по порядку. Ну, ты же как бы все равно взрослел, созревал. Ты приехал, увидел одно, второе. Работал там, потом там. Это надо как бы все по порядку. Ну, давай тогда, ну пропустим тогда часть Крыма, потому что, ну, я там был, ну, господи, меньше суток, пока поезд ждал, потому что я уезжал через Крым. Больше, ну, первая моя остановка, такая крупная, была в городе Воронеже. Ну, и тут опять-таки правый берег, все чики-брики, шикарно. Левый берег, ну, такое себе, такое себе. Еда вкусная. Это да. Люди там, ну, есть такое выражение хорошее, которое может охарактеризовать жителей города Воронеж, воронежский жвоб. Вот это вот чисто вот их там, ну, я работаю в продажах, и вот там, господи, нигде таких жвобов. Которые там за копейку удавятся, я еще не встречал. Нет, много было хороших людей там, которые там не сжат, ничего. Ну, очень много, там, знаешь, таких продавить там вот на покупку, сложнее всего было. Вот они довольно-таки упертые в этом плане. Дальше. Краснодар, ну, как юг Украины. Тут, знаешь, все то же самое, только денег больше, и опрятные чисто. И нету ничего лишнего, скажем так. Один большой кураж, веселье, наркотики, проституции и так далее. Дальше у меня был такой город, тоже прикольный, красивый, очень стильно. Я в нем был даже два раза. Так, в зимнее, не в зимнее время. Нижний Новгород. Родина Газа, местного Форда. Ну, центр, вот, они очень хорошо сделали, знаешь, такой вот опрятный, видно, вот, что деньги вкладываются. Ну, это только в центре, правда. Чем дальше от краю, тем все хуже, хуже и хуже. Ну, в плане недорог, а просто, знаешь, такое вот состояние домов. Ну, там всякие хрущевочки. Хотя, если там чуть дальше, начинаются эти новые муравейники. Вот, кстати, вот, Большой Бич России, то, что вот понастраивали очень большое число человечественников. Очень большое число. Это просто вот, что так, Кадор отдыхает. Просто отдыхает. Там, конечно, двор, парковка, тончайшие стены, пробки на лифтах. Это вот они. Ну, их строят обычно там на крае города, ну, такое доступное жилье. И не знаю, зачем люди делают, но люди там продают свои хрущевочки и приезжают в них. Чего бы я бы не делал на их месте. Лучше уж в хрущевочке, чем в таком вот, ну, человечечке. Согласен. Просто, особенно, когда там в центре. Хотя, вот, опять, вернемся к Воронежу. Сейчас, не знаю, как это закон действует. Но раньше он точно действовал. Если там твой дом сносят, то тебе должны дать квартиру в этом же районе. Именно в этом же районе. И так вот, в Воронеже есть такой район центральный. Он начинается от центра и идет аж до самого края Воронежа со стартной Москвы. То есть, у тебя там была квартира в центре города, реальную. Дом снесли. Все дали на окраине, но в том же районе. Слушай, а зачем ты переезжал с города в город? Тебя что-то не удовлетворяло? Да нет, я люблю путешествовать. То есть, ты жил и работал там? Да, мне работа позволяет. Абсолютно свободно. В любом городе. Хорошо, ну, давай по зарплатам тогда. Сколько ты в Одессе в продаже зарабатывал? Ну, сколько? Я могу сказать сколько. Долларов 700, наверное. Да нет, ну, там полторы-две имел. Ого, это что ты продавал? Услуги. Интим? Нет, сразу уточним, не интим. Ну, услуги, знаешь, в сфере IT. А, все, IT-сфера, я помню. Хорошо, в России, да, что ты зарабатываешь? О! Тут по-разному. Знаешь, тут в доллары сейчас сложнее переводить стало. Одной простой причине тут в России ты поначалу там еще, знаешь, цены в доллары в голове переводил, но со временем перестаешь, потому что, ну, тут... Ну, хорошо, 100 тысяч – это тысяча долларов. Нет, по-моему, сейчас 90 рублей доллар, по-моему, если я не ошибаюсь. Просто-напросто тут люди в долларах уже давно-давно не считают. Да, когда-то, ну, в одни месяца, может быть, три, очень смачные и пять. Это прям очень смачно. И это, в основном, блядь, новогодние. Хорошая сумма, в принципе. Ну, в принципе, кто на что учился. Хорошо, что ты ничего скажешь? Как люди? Хитрые, добрые, злые, приветливые, безразличные, холодные. Все и сразу. Все и сразу. Микс? Как и везде. Микс? Абсолютно. Да, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. То есть, ну, вот знаешь, самое главное, я вот люблю, там, типа, вот, заводить из гор, типа, знаешь, там, вот, я вот с Одесс. Здравствуйте. И вот заметил, вот, чтобы там, вот, такую вещь, вот, если касаемо, вот, там, войны, кто там, вот, там, вот, там, вот, кричат, там, вы, ты, эту, рашку, тому подобное, т-т-т-т-т, эти хохов, там, тому подобное. И по полной программе. А если ты тут, потому что ты с Украиной, тебе великолепные отношения, ты, ну, как родной человек, абсолютно. То есть, никаких принижений, чего-то многие люди боятся, на самом-то деле. Поэтому, вот, знаешь, вот, куда бы ни приехал, везде, вот, хорошие люди, причем и русские, и армяне, и боржанцы, и тому подобное. Я один раз встретил в Челябинске египтянина, который переехал в Челябинск, потому что он любит холод. Прикольно, египтянин. Да, я побывал на Урале зимой, больше не хочу, просто больше не хочу. Это ужасное время года, ну, живя в Одессе, ты зимы не знаешь. У меня сегодня, чтобы ты понимал, было с пацаном с Урала, как раз, ну, созвон, он мне скинул видео. Сотни оленей, минус 50, эти олени прибегают, они на КамАЗах там что-то строят, а, добыча рудников. Эти олени прибегают греться возле тех КамАЗов, там, тысячи тех оленей. И я это видео выложил в телеграм-группу нашу, семья Колобков. Минус 50, 23 сентября, блин. А, я верю, я верю, я помню, ну, ехал в Екатеринбург в ноябре из Самары, это в позапрошлом году. Выезжал осень, как бы ехать там часов 18 на машине. Заезжаю в область уже Свердловскую, снег идет, все, в следующий день уже все белым-бело. И для меня это было самое, там, долгое зима, что там в Нурале пробыло, там, по-моему, до марта месяца. С ноября по март я видел снег. Такого шока в жизни я не испытывал никогда. Так, ладно, за снег мы зрителя не удивим, надо что-то интересное, рассказ какой-то. Смотри, вот этот Одессит, который... Какие минусы? Подожди, минусы подержи в голове пока. Вот этот Одессит, который выступал, все классно, людям понравилось. Но я раз в 15 увидел один и тот же комментарий, что это айтишник, который сидит дома, работает дома и просто выходит тратить свои деньги. Он счастлив, он не видел жизни. И мне написали, а ты спроси у него, а свобода слова есть там? Ну, как и везде. Политика партии. Знаешь, вот у меня вот есть подруга в Одессе, ее там есть знакомник, который там с Россией переехал, он такой, ну, либеральный взглядов. Ну, что-то сыпь, ну, там, еще на такую дискуссию. Мы там сцепились просто, типа, он говорит, а ты выйди с белым листиком на площадь, что будет? Я говорю, мой дорогой, ты выйди в Одессе с красным флагом на улицу, что будет? Ну, я тебе скажу, что будет. В России тебе, наверное, просто бабка какая-то вызовет полицию, приедут серые береты и заберут тебя. А в Одессе тебя побьют, и тебя просто люди будут проходить и бить, кричать, упрекать. Вот смотри, разница. Да, 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 да. То есть, понимаешь, что имеется в виду, знаешь, под понятием свобода слова? Для чего? Если там вот брать, там, оскорблять власть и тому подобное, ну, такое, по-моему, нигде не приветствуется. Нет, я тебе скажу, вот я сейчас прямо сам себе задал вопрос, вот, как бы я ответил на этот вопрос, я колобок, который к России отношения не имеет, ну, вот, что я имею сказать? Я имею сказать, что, в принципе, в принципе, я-то понимаю, что такое, там, Россия 90-х, там, криминал. Я понимаю, что и сейчас, там, есть куча-куча каких-то, там, те же все же бандиты, они в бизнес, ну, короче, куча минусов, но, но, вставать под флаги вот этих либералов, ты посмотри на их лица, нет, вот, просто из-за их, ну, они в них не внушают доверие, я скажу так. Поэтому, когда они не те, кому я подарю свою веру и голос, но это какие-то подозрительные люди, у них в голове они деньги. Ой, ой, я понимаю, я включил видео, там, где берешь интервью русского с Москвой, который переехал в Германию, господи, какой же у него советовый лик, но после фразы, надоело, там, вот, ну, экскременты у парадной, я что-то уже, ну, нет, я не выдержу, просто-напросто, просто не выдержу, потому что, ну, когда я переехал, завел знакомство, тут вот, есть какая-то черта у людей, он говорил, что, люди не ценят то, что имеют, да, да, ребята, ребята, вы посудите, мы хреново живем, ребята, на Украине не жили, я там просто взял, там, вот, любимый, там, вот, какой-то прикол у меня, я был в этом городе славном Кривому Рогу, и там, вот, есть на ютубе там один канал, там, одного блогера украинского, кто любит про поезда снимать, про электрические трамваи и тому подобное, ну, там есть, там, серия роликов, там, про города, он там снимал самые эпичные места Кривого Рога, я им показал, такие, да, такого у нас, к счастью, уже осталось очень мало, а там, это город промышленный, и просто-напросто, люди тут очень долгое время, вот, любили смотреть всяких, там, ФБК, а, господи, прости, там, кого там, Гарламова, и тому подобных кадров, которые, там, ну, когда надо, они у вас деньги берут, а когда не надо, они у вас поносят, и... Просто бизнес, это просто бизнес, ничего личного, смотри, я добавлю про какашки, про этого пацана, ну, не знаю, да, у него такое мнение, я, знаешь, как могу с ним согласиться, я могу согласиться в таком формате, что многие скажут, вот, многие туристы приехали в Одессу, их там, по чистой случайности, никто не обманул, не обворовал, они посетили пару красивых мест, и они, все, говорят, я была в Одессе 30 лет назад, Колобок, я люблю Одессу, я люблю тебя, лови мои фотки, вот я такая, я такая, но, в то же время, когда я учился в Одессе в университете, да, спору нет, по центральной улице ты ходишь там, типа-типа нормально, но, тем не менее, сзади моего университета, там была такая, довольно-таки длинная улица, там было много парковок, там была целая улица дерьма, вот мы просто шли, вот на протяжении, там, допустим, километра, просто там все, вот со всего района такая тихая уличка, не парк, туда все ходили с собаками, и там было, ну, прямо, ну, каждый, ну, наверное, там, 40 сантиметров, огромная куча, там, ну, большой город, понял, и мало таких мест, где выгулять собак, и там они все выгуливали, и вот если я побывал в такой улице, то, действительно, если ты там живешь, из года в год, вот, представляешь, где вот я там ходил, и они не чистят, эти люди все ходят, приводят своих собак, те все какают, собаки растут, кучей говна все больше и больше, поэтому, может, он вот так и попал. Звучало, как внутренний двор политеха. Нет, нет, это было там, где советская армия, туда чуть-чуть ниже и влево, ну, короче, я тем названия попереименовывали, я просто не перездаю, я не перездаю эти переименования уже, наверное, лет 20, поэтому я называю еще теми названиями, которые три раза попереименовывали, но я не перездаю и новые не учу, поэтому у меня коллапс. Ну, тут, знаешь, хотя бы переименования тогда были исторические, то есть вернули, как оно было до советской власти, но они все вернули, правда, я бы еще вернул бы не парк, а Александровский парк. Ладно, давай я вот тебя перебил на минусах, все-таки давай что-то, а то ты только хвалишь, хвалишь. Ну, окей, минусы. Самый главный минус – очень дорогое жилье. Это где? Квартир, квартир, да, везде, в принципе везде, за Москвой я там вообще молчу, там вообще уже цифры за миллиарды выходят за нормальное жилье, а так, но везде, сейчас довольно дорогое, по одной простой причине, ну, ипотечные там льготы приводят к очень большому мыльному пузырю ипотечных кредитов, и сейчас очень дорогое жилье везде. Это вот первый минус. Сейчас такой странный минус, довольно-таки, да. Второй минус. Очень много сейчас пошло китайского автопрома, и довольно мало и очень дорого европейского и американского. Какой еще минус? Ну, я вот, ну, чувствую, я сейчас перечисляю те минусы, которые, ну, меня касается, в большей части. Теперь мне приходится платить, реально прикладывая карту, а не как раньше, прикладывая свой айфон. Реальный минус, стало неудобно. Пока этот портмонет достанешь, из него карточку достанешь, приложишь, все это убрать, это песец. Телефон у меня всегда в руках, всегда плачево было удобно, классно. Больше нельзя. А на андроид переходить, ну, не хочу. Так. А, ну, еще жениться тут не стоит. Чего? Если не уверен женщине. А потому что законодательство так устроено, что в случае развода больше всего прав у супруги, а не у мужа. На все и вся. А инициатором разводов кто чаще всего является? Ага, я понял. Да, тут с этим очень строго, там и алименты, шум элементы, тут хотят еще вести, там, чуть-чуть не закончил, в случае там развода, платишь не только там алименты на ребенка, там, что и оплачиваешь съем жилья супруги, если квартиру себе оставил, или как-то там по-другому поделили, потому что тут с этим все довольно жестко. Потому, так, в принципе, основных, наше таких вот житейских минусов довольно сложно. Ну, да, там, можно сказать, типа, что там по уходили, там, тебе теперь не посмотрели, что Netflix кучу сериалов теперь не переводят. Ну, тут собрались такие местные пираты, которые стали полуофициалами, делали довольно качественные дубляжи сериала, фильмов и тому подобное. Даже игры переводят, на удивление, полностью. Но там все сложнее, и не все это получается, но такое. Ну, короче, тебе там все нравится, я так понял. Ну, знаешь, что мне не нравится? То, что я не в Одессе. Потому что, знаешь, вот тоска по Одессе, это тоска по Одессе. Я там, ну, прожил там большую часть своей жизни, и там этот город любишь, знаешь, лелеешь. Нет, да тебе надо просто пойти где-то в пивнуху, выпить бокалов 6 пива, пойти прикопаться к кому-то, подраться, побегать. Адреналин в твою кровь приснет, и тебе понравится. Ну, ты что, нельзя драться. Серьезно? Ну, слушай, тут, знаешь, говорится, если дойдет до конфликта, то ударь меня, а я на тебя заявок напишу, и в суде тебя отимею. Что, уже все как в Европе прямо, драться нельзя, или что? Ну, это, подраться-то, вы можете, конечно. Главное, чтобы никто из вас потом не пошел заявок писать и в суд подавать, и вовы снимать. Хорошо. С кем ты дружишь там? Кто твои друзья? Русские, украинцы, якуты, буряты, китайцы? Ну, раньше друзей было больше, сейчас стало поменьше. Ну, так, просто перестали общаться с кем-то. Кто-то там сильно поменялся, потому что дела слишком хорошо пошли, там, кукуха поехала на этой почве. Ну, такое. Вот тут остался, тут один парень, как раз таки с Урала, который просто в шоке был, когда узнал, что я с Украины, потому что он пиздец, как обожает украинскую эстраду. Цинджу эту любит, или кого? Цинджа это? Лабадон любит. Ладно, давай, ты на рекламы. Слушай, а вот ты сказал, кто-то поднялся. Я вот так что-то подумал. Вот так вот я своих знакомых с Одессы, если брать, то, ну, там, ну, там почти все опускают. Ой, ну, нет, у меня там, если брать с Одессы, то, ну, один одноклассник, он, там, Шур и Муры, сделал там так, что смог выехать в семье в, господи, Абверден, или как там, Абверден. Кто это? Город в Европе. Абверден или Абверден. Ну, неважно, Абверден, наверное, да. Да, 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 сейчас там кукует, вроде учит язык, вроде все хорошо, там жалуется, что очень дорогие сигареты, ну, так просто и курить, что поделать, он нашел просто вариант покупать подешевле, но устроился продавцом в Дьюти Фри, там, ну, то, что вы продавцом, там, по-моему, менеджером каким-то, и там всякие бонусы в виде окашки, в виде окурева, ему перепадают на шару. В общем, что-то вроде себе устроился он там, ну, я за него рад. Там другие, там, что-то в Баварии сидят, учат языки. Ну, фокин в руки. Я заранее все понимал, к чему все идет, поэтому уехал, и сюда мне тут, как говорится, березки роднее, чем Октоберфест. К тому же, говоря, ну, я до этого прожил почти год в Азии, юго-восточной, а там очень много общался и бухал с представителями европейских стран. И я слышал все такого, что Европа мне вообще что-то не хочет, от слова совсем. Что-то не хочешь походить пару лет, посидеть за партой, поучить какой-то нидерландский. Рядом с тобой будут филиппинцы, африканцы. Это же заманчивое предложение. Познакомиться с другими культурами. Я когда сдавал... Новые запахи. Когда получаешь, идешь на гражданство, нужно сдать экзамены знания русского языка. Я такой, ну, смешно, но ладно. Там, конечно, такие вот вопросы, какие там задания, знаешь, уровни там первого-второго класса. Ну, экзамены базовое владение языком. И там у меня... То, что там вот такие там киргизы, таджики, ну, это нормально. Меня удивило другое. Там были ребята из Прибалтики. Опа-па. Что они забыли? Шпроты на оптом привезли? Шпроты или что? Ну, по ходу дела, по ходу дела. И что, у эстонца получилось или он так и не понял, что от него хотят? Ну, в общем, нет. Ну, довольно-таки хорошо говорил по-русски. Все хорошо. Так, ладно, слушай, мы каких-то общих темов поговорили, но так толком ты и не сравнил. Ты просто сказал, что тебе там нравится и все. Так нечестно. Ну, сложно что-то именно вот, знаешь, вот сравниться. Боюсь, если начну сравнивать, это уйдет очень сильно в квалитоту. Очень сильно. Просто-напросто. Ладно, тут... Да, мы не пойдем. И не получится избегать эту тему. Начиная от того, что, ну, все-таки, ну, меня воспитали от таких людей советского воспитания, которые тоже всегда были пророссийских ваш взглядов. Ну, в принципе, как говорится, как говорят нас в Одессе, мы что виноваты, чтобы нас в Украину построили. Да. И, знаешь, вот, если так сравнивать, ну, можно сравнить просто вот переезд из Украины в Россию, переезд из Села в большой город. Вот так, да. Начиная просто от инфраструктуры и сервиса, потому что, ну, вот, я когда там вот общался во все раз, там, не по себе раз, там, пишут с мамой, что там надо было перевести ей там деньги, а мне перевозили по номеру карты. Я уже забыл, что это такое. Номер телефона вбиваешь и переводишь, и выбираешь на какой банк. А в приват все до этого до сих пор не дошли. То есть, ну, такие вот, наверное, просто такие вот мелочи, такие вот инфраструктурные и в плане сервиса. Вот в чем самое главное отличие. То, что там дороги строятся, все строится, это и так понятно. Что деньги вкладываются, а что тут, как правильно сказать, что коррупция на низах крайне мало, она все на верхах. И то, я люблю шутить, в России так много денег, что не успевать все воровать. А скажи мне, а почему так много недовольных? Он поуезжали на какие-то острова, в Азию, ну, вот, что они поубегали? У меня был товарищ с Москвы, фармацепт. Он там каждое лето приезжал к своим бабушке, дедушке в Одессу. А еще он еврей, ну, где еще у еврея с Москвы могут быть бабушки и дедушка, как не в Одессе. И он после всего, что началось, как я узнал, что перестал мне особо отвечать, но я узнал, что он переехал в Израиль. Как бы его давняя мечта. И как я понял, такой, ну, ты был фармацевтом в Москве, теперь ты курьер в Израиле. Ну, наверное, что там 2 500 евро, а что там 2 500 евро. Вот так? Ну, тут все-таки, чем, конечно, хороший Израиль, там теплее. Это да, это беспорядок. А там жарко невыносимо, слушай. Ну, я люблю жару. Когда жал в Юго-Восточной Азии, там тоже так жарко, но у меня было хорошо. Я не люблю холод очень сильно. Поэтому, когда там в Екатеринбурге было минус 30, я просто умирал. У меня там, я даже обморожение небольшое получил пальцев. Просто чуть-чуть так. И для меня это было, конечно, грандиозным шоком. Хотя при этом самое забавное, в это же время, вот из города Пермь, где находится в севернее Екатеринбурга, там холод ощущается намного мягче. Ой, ясненько. Добренько, Юрий. Ну, тогда что? Спасибо, что поделился своим мнением, информацией. Спасибо. Желаем тебе там, чтобы ты не грустил по Одессе. Чтобы ты там построил вокруг себя свой рай. Потому что ты видишь, Одесса – это логотип. Но если брать одесситов, то это синоним «обманут». Ага. А в первую очередь с властью. Да. Так что так. Добренько. Хорошо тогда. Счастливо там вам быть. И тебе. Да, и нам тут в Европе быть, не перебыть. Добро, давай, пока. Давай, пока. Удачи. Продолжение следует.